На осанок, на практике, прямо сейчас, не отходя, как говорится, от экрана... Далеко от камеры, дать вам прекрасную практику. Да, допустим, чтобы раскрыть энергию Афины, вот используется несколько осан, которые, возможно, вы уже... Конечно, ввиду того, что она воинственная, она любит структурировать день, структурировать пространство. Также бизнес-вумен, которая зациклена на своей карьере. А как достичь карьеру? Нужно структурировать и тело, и сознание, и пространство вокруг себя. Ну, конечно, человек, ну, как поэтому и говорят, стержень – стать. То есть статная женщина. Это не значит, что это мужчина в юбке, а это женщина с хорошей прокачанной маткой. То есть обычно у нас путаются все образы, создают, что если женщина управляет чем-то, то это обязательно мужик в юбке. Ничего подобного. Вот как раз это те качества, которые и создаются совместно с вашим телом, чувственностью, да, и прокачанной маткой. То есть, да, физически. У меня, знаешь, даже есть специальный курс йога-йони, который направлен сегментарно на укрепление таза во дна и усиление мышц промежности. Прекрасно. Ты знаешь, у меня в окружении много знакомых, которые как бы пробовали твой курс, Катя. Вот, представляешь? У меня аж сердце ёкнуло, аж втянулись мышцы йоги. Представляешь? Представляю. Ну, а давай тогда сделаем какую-нибудь практику. Я хочу, чтобы ты дала связку, а я дам пульсацию интимной гимнастике. Ну, то есть связь, да, как бы, да? Да, я хочу матка плюс твоя связка. Вы помните, что всё идёт вот именно отсюда, то есть, да, меридиан как бы сердца, то есть, да, вот Горький очень хорошую фразу сказал, что человек создан для полёта, как птица, да, и его слова казались крылатыми. Определённо. То есть, большая часть народу посмеялась над ним, но сейчас это зависит как раз именно от радости, от наслаждения жизни, а это всё здесь, вот здесь. Всё, я хочу летать, как завещал Горький, накапливая в себя силу, быстроту, выносливость и энергетику. Давай сделаем это по практике, показать, как эдал. Нам сейчас по камеру, наверное, должны поправить наша команда, так, чтобы нас было видно. Вот так, хорошо. Что касается Афины и Артемиды, первая асана, поза бойна, где прокачивается тазовое дно, это выпад левой ногой, допустим, вперёд, мы делаем выпад, ладони собираем на масте, да, и в этом положении мы опускаем таз вниз, и вот идёт такая накачка за счёт сокращения мышц пробежности. Мы делаем это 10 раз. 10, раскрываем грудь, 9, 8, 7, шея длинная, 5, коммунная, 4, а что в промежности происходит, если мы сокращаем мышцы и сокращаем большую ягодичную мышцу? 5, это чтобы выше прыгнуть, это как прыжок пантеры, да, задавшись целью, в цели не вижу препятствия, да, 4, 3, 2, 1, что можно сделать из этой? Давай мы сейчас плавно её переведём в красивое движение волны, то есть, и раз, и принимаем, и плавно, и подтягиваем. Угу, и поворачиваемся. Красиво. Ах, вот так. Бедро. Расскажи, как повернуться и как подтянуть бедро наверх. Ну, так, как ты сейчас и озвучила, если мы не подберём, я хочу, чтобы наши подписчики всё в деталях разобрали. Итак, мы присаживайся вниз до максимального, то есть, да, внимание, колено всегда контролируйте, что оно должно быть над двумя центральными пальцами, то есть, в вашей стопы не должно быть острого угла, иначе вы просто перетруете ноги и не всю силу, то есть, не вложите в ноги, и вы потеряете баланс. Итак, внимание, мы присаживаемся, дальше мы подбираем мышцы тазового дна и начинаем сокращать ягодицы, слегка опускаясь вниз, пусируем. При этом ребра мы тянем вверх, расправляем крылья, подаём тело немножко вперёд, важно не падать, то есть, не прятаться, да, и подныливаем, подтягиваем ногу, делаем подставку, вес в бедре, то есть, мы просаживаемся в бедро, и здесь, опять-таки, если мы не поднимем диафрагму, то есть, не раскроем плечи, да, то есть, мы не повернёмся, и здесь мы делаем глубокий вдох, затягиваем корсет, собственно, что мы сегодня с тобой сделали, и поворачиваемся красиво, и оформляем в рамочку, да, оп, ну, примерно так. С другой ноги можем сделать, да, для синхронизации, поскольку центр это синхронизация 50 на 50. Хорошо, мы делаем выпад пошире, с выворотностью. А вот, смотрите, здесь ещё и сакральная геометрия, в каком плане? То, что Катя стояла ведущая, а сейчас мы повернулись, теперь, как бы, да, ведущая я. Хорошо. Вот, секрет, сакральная геометрия. Да, мы делаем выпад, и в этом положении сначала сокращаем тазовое дно, делаем 10 пульсаций, 10, будешься ягодицы, 9, 8, грудь раскрыта, 7, 6, Ещё 5, сокращаем мышцы промежности, вытягиваем позвоночный столб наверх, удлиняем нашу ось координат, 3, 2, 1, и переходим в связку. Давай на эту сторону сделаем немножко по-другому. Давай включим руки, давай включим второй ладон такой, да, или бурлет. Оп, руки наверх, и зайдём из пространства. Продолжаем сокращать мышцы таза в одну, вытягивать позвоночный столб и следить за осанкой. Пять, ещё, 4, 3, 2, и здесь мы можем сделать то, что мы делали до этого. Подставка, и уже полный поворот. Божественно, божественно. И даже ещё колено поднять. Ну, это будет следующий наш, следующий наш убежал его. Здравствуйте. О, Света. Нас здравствует Афина. Да, Афина и Афродита. Родные, напишите, пожалуйста. Афродита, это богиня любви, она тоже до кучи, но Артемида. Нам же нужна сейчас сила. Я думаю, что нам все богини на самом деле подойдут. Родные, напишите, удалось ли вам сделать связку. Были ли какие-то сложности, или же вам ещё удалось и своё туда привнести. На самом деле, если у вас получается импровизировать и добавлять своё, мы всячески это приветствуем. Света всегда проявляйте творчество. И не забывайте про базовые правила. В первую очередь, это осанка. Мы всё время отслеживаем позвоночный столб. Мы всё время отслеживаем состояние мулабанки. Потому что это ось, то есть это то, от чего наша ось зиждется. То есть, подтянутое тазовое дно, осознанные мышцы промежности. Корсет. Раскрытый грудной отдел. Длинная шея. Короны на голове. И всё, ваше тело преображается. И здесь и сила, и быстрота, и выносливость, и энергетика автоматически накапливаются. Дорогие друзья, повышайте интеллект тела. Это очень важно. И если вы не начнёте каждый день практиковать и формировать те нейронные связи, которые отвечают за интеллект тела, поверьте, дело с места не сдвинется. Наша задача именно мотивировать вас к интересным практикам и регулярно осуществлять те как раз связки, которые мы для вас предложили. Не хватает индийской ритмической музыки. А у нас есть музыка, и мы сейчас следующие связки включим. Да? Да, у меня есть очень красивая музыка, мне сейчас её передадут. Я думаю, что мы это так и сделаем. Родные, для тех, кто нас не знает и только был приглашён в нашу вебинарную комнату, позвольте представиться. Меня зовут Спиридонова Екатерина, я женский коуч, психолог, мастер йони-йога, мастер курса ассанка. Наша идеальная санка, мастер фейс-йоги. И мой выдающийся гость сегодня, мой гуру, учитель по классической пасте, по хореографии, по стрит-пластике, Светлана Абрамцова, которая также является и психологом, и сертифицированным преподавателем по йоге. В общем, знаете, называется «Найдите 10 отличий». У нас очень много общего, и, наверное, это нас и объединяет. Но мы объединились для того, чтобы наполнить ваши божественные тела сверхпрактиками, нашим накопленным опытом, нашим багажом, знанием. И, понимаете, Света обладает вот удивительной информационной составляющей, которая поможет вас, вот я считаю, замотивировать к практикам и к тем связкам, которые она генерирует. Просто, знаете, вот как вы дышите, так Света придумает различные связки. Мы же заявили в своем вебинаре про быстроту, это вот об этом. Когда у вас тело прокачено, когда у вас с осанкой все в порядке, тогда вы гордо несете голову и быстро ориентируетесь в любой ситуации, не только в мире информации в наше время, но и в жизни. На самом деле, для женщины очень важно владеть телом. И я считаю, что основное питание для тела – это его движение. И когда оно грамотно скомпилировано, понимаете, вот есть разница. Разница. Мужчина, ему, чтобы получить жизненную силу, он может, знаете, там дрова колоть, побегать, я не знаю, подрацать. Векторная такая сила. У нас есть виды энергии. Вот то, что мы к чему сейчас и подвигаемся с тобой, да? Да, я праздновала виды энергии. Да, то есть мужчины могут заниматься там тайчи, айкидо, пожалуйста, борьбой, боксом. А для женщины все-таки это не совсем подходит. Я пробовала, друзья, и я занималась и айкидо, и тайчи, и шаг. Мужчины могут идти через боль, то есть для них составляющая сила. Это их облагораживает, да. Да, это и жесткая аскеза, и векторность, то есть там, да, увидел цель и помчался, то есть там. Да, у них главное – это стяжение цели. Да, а у нас все-таки более текучий процесс, как раз это тоже связано вот с этой зоной. Это элемент воды, состояние девочки, умение принимать, умение дарить, радовать, вдохновлять, течь. И наслаждаться процессом. Конечно, конечно. И это именно то, что нам дает наполненность, состояние счастья. И, кстати, это то, что генерирует в нашем божественном теле разные виды энергии. И какие именно мы сейчас поговорим. Это уданическая, праническая, апаническая. Саманическая, самана, праническая и апаническая. Да, и вьяны. Вьяны. Это общее. Это уже когда все запущено в общем. Я думаю, что на каждый этот вид энергии было бы здорово дать небольшие связочки. Я думаю, для девочек было бы это приятно. Начнем с уданической, да. Это та, которая идет от горла и к темечку поднимается. То есть, да, помнишь, как воины кричат «Ура!» Вот, есть дыхание такое еще у джаи, пранаяма. То есть, дыхание, побеждающее боль, дыхание, дающее вдохновение, самовыражение. То есть, за счет этого мы можем... И отвечающие, друзья, я просто дам связку, как виды энергии соотносятся с позвоночником и с осанкой. Дело в том, что действительно, каждый вид энергии проецируется на определенный отдел позвоночника. И мы сейчас это подробно разбираем. Света говорит про первую энергию, уданическую, которая находится в горле, соответствует шейному отделу позвоночника. Да, шейный отдел. Соответственно, вас сейчас ждет потрясающая связка для шейного отдела. Можно даже из положения сидя. И мы, как вы просили, найдем музыкальную композицию, которая бы вас возбуждала не меньше, чем нас. Нам-то уже даже и музыка не нужна для того, чтобы практиковать. Ну, давай попробуем. Сейчас потише через... Вот так. Для шеи, уданическая. Да? Да, давай. Давай. И мы делаем по столу и... Так, две кошечки. Представляем, что... Хозяин вернулся с работы. Оп. Угу. И подлили вам. Объясни мне, это просто круг или восьмерка, как что ты делаешь? Нет, это просто проглаживание. Вот мы представляем такую, как бы, энергию, когда животное подходит к своему хозяину. Она что-то делает, это вот там вот, то есть, да? Она просто прикасается и проглаживает. Угу. И мы можем сделать вместе с хвостом. Круговое вращение. Да? То есть, головой... Зажимаем мышцы таза в одна, дорогие леди. Давай боком. Угу. В другую сторону. И вот посмотрите, внимание обратите на наш центральный отдел. Разбиваем грудь. И наслаждение. И массируем шею. На самом деле, здесь работают все три базовые апертуры. Грудной, грудо-брюшной и таза. Если у вас плохо, конечно. Если у вас плохо открыт центр вот этой зоны, то ваш хвост двигаться не будет. То есть, да, тело сразу приобретает. Такой самый массаж всего позвоночника. Давай поверяем кроссовую ножку. Втягиваем мышцы промежности, зажимаем ягодицы. И начинаем массировать свой кроссово-подвдошный отдел. А если мы еще поставим локти на пол, то мы тем самым повысим свою, как бы, свой иммунитет. Потому что это очень хорошо прокачивает вот эту центральную чакру. И очень хорошо тянутся мышцы между лопатами, которые отвечают за положение грудного отдела. Угу. И давай красиво сбросим волосы. И два. Два. То есть, любая скрутка, она дает нам, как бы, избавление в эрблоках. Так, чтобы у вас... Да, 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 там, чтобы мы уже тянем. И... Восьмерочка. Да. И... Два. Хорошо. Мы идеальная пара. Я согласна. Вы как? Вы согласны? Присоединяйтесь. Угу. Тянем. И поимпровизируем. И посмотри, что мы будем делать, да? Вдох и выдох. То есть, поднимаем от головы полностью. Смотрите. Угу. Ну что ж, мне понравилась удоническая энергия. Родные, как вам с музыкой? Лишняя или же, наоборот, лучше с музыкой? Как вы хотите, мои любимые? Хорошо. А теперь мы переходим к пранической энергии. Это та зона для проработки, которая называется грудным отделом. Почему? Потому что прана и энергия... Нашимая энергия. Анахаты, да? То есть, это наша эмоция? Да, конечно. И умение... Ну, прана это вообще двигающее. Она идет у нас снизу вверх. Она вообще двигающая составляющая. Ну, мне кажется, каждый, вот, зачастую, часто встречающийся блок, это в грудном отделе. Конечно. Когда плечи развернуты вперед, да. Страхи. Все, чего мы боимся. Все, что мы не выразили. Поэтому мы боимся любить. Вообще, эта зона, она отвечает еще за успех. Понимаешь, успех не только, как бы, у мужчин, там, да, или у женщин. Но и вообще, как таковое, успешный человек, он всегда, как говорят, выдыхает полной грудью. И выдыхает. То есть, он готов делиться, он готов принимать. То есть, все идет обмен энергией 50 на 50. Праническая энергия – это очень мощная вещь. Хочу прямо вот сидя, не исходя с этого места, для того, чтобы у моих прекрасных подписчиц была возможность даже в рамках работы и сидя на своем рабочем месте, вот, допустим, на кресле перед компьютером, возможность прокачать свою праническую энергию и на вот такой энергии соблазна, открытого сердца дальше уже общаться с мужским полом и со своими коллегами на работе. Еще эту энергию называют проявленной, мир яви, то есть то, что мы проявляем. Вот для того, чтобы проявиться психоэмоционально на своем, допустим, в офисе, на своем рабочем месте, можешь дать какой-то комплекс для груди, вот, сидя, из положения сидя? Да, конечно, запросто, элементарно, что мы можем сделать, называется позиция крыла, то есть одной рукой мы касаемся зоны лопатки, то есть, да, вот таким образом можем порисовать круги, другой рукой мы себя можем обнять. Широчайшие мышцы спины. Да, и поделать скрутку, то есть в сторону локтя мы делаем скрутку корпуса, здесь у нас, видите, высокий затылок получается, конечно, да, и возвращаемся. Этой рукой мы, значит, обнимаем себя, да, а этой касаемся лопатки и поделать такую скрутку. И можно покивать головой немного. Да, здесь и мышцы шеи тянутся. Умение говорить, да, то есть, нет, многие умеют. И здесь такой эффект происходит, позвоночный столб, его как будто как простынь выжимают, вот так вытягивают. Да, и соответственно, улучшается кровоснабжение, и вот эта энергия, она начинает течь, вот от этой точки, то горло, и, соответственно, питание происходит. Давай в другую сторону. Ой, с радостью, с большой. Обняли себя, смотрим всегда в кадр. Я думаю, все мои доедины подписчицы за счастье. Смотри, мы можем это все соединить. Оп, и соединить. Все по тем. Оп, очень красивый кадр. Давайте сделаем с тобой. Оп, да. Это вообще очень полезно во время текущего дня, мало того, что и себя обнимать полезно, раскрывать свою сердечную чакру, но еще и поднимать локти, раскрывая подмышечные впадины. Почему? Потому что здесь у нас находятся самые крупные лимфоколлекторы. Вообще, локти у нас отвечают за будущее. И за невидиан легкого. Легкого, конечно. А легкие как раз дают дышать. Легкость жизни, радость жизни. Сами со себя говорят. Да, поэтому насколько сильные ваши руки, насколько вы умеете ими управлять, как вы умеете ставить цели и задачи перед собой. То есть, вот она психоатоматика. Еще по лиридианам легкие связаны с толстым и тонким кишечником. То есть, соответственно, чем больше вы делаете упражнений для антезиона, конечно, детокс. Света, ты знаешь, что тонкий и толстый кишечник символизирует две энергии. Энергию Луны и энергию Венеры. То есть, это любовница и мать. И мать, да. То есть, базовые женские энергии. Да. Любимые. Видите, как все связано. Сколько архетипов мы сегодня соединили. Да. А теперь мы потихонечку переходим к области брюшной полости. И в частности, у нас здесь получается поясница и нижняя часть тазового дна. Верхняя часть тазового дна и поясница. Давайте поговорим о соматической энергии. Как она проистекает. И сделаем комплекс, а я дам асану на соматическую энергию. Да, соманическая. Амама. Самость. То есть, от слова самость. Самостоятельный. То есть, волевой. То есть, если мы берем чакровый уровень, то есть, да, манипура чакра. Это город драгоценных камней. То есть, это все, чем обладает человек. Но если он это, как бы... Растерял по жизни. Растерял. Не созидает. Да, да. И если это работает в минус, то он жадный. То есть, жадный, понимаете. Это жадность, это не только стяжательство. То есть, да. Но жадность, это там не умение делиться информацией. Не умение отдавать свою радость. Это тоже об этом. Да, знания накопленные, например. Ну, и самодостаточность. Все слышали выражение этого слова. Да. Это вот как раз именно качество этой энергии. Соманическая самостоятельность, самость, но здоровая самость. То есть, да, не эгоистическая, а именно вот саманическая. То есть, та, которая имеет возможность преобразовать город драгоценных камней. Вот. Почему очень важно чистить кишечник. Вот. Чистить свои драгоценные камни. Определенно. Да и вообще, кишечник – это второй мозг, друзья мои. И чем он чище, тем более просветленное ваше сознание. Чем состояние человек. Да. Ну что ж, а теперь я, с вашего позволения, покажу сейчас комплекс на живот, на саманическую энергию, который укрепляет, укрепляет пресс, укрепляет поясничный отдел позвоночника. То есть, это связь груди и живота, то есть, вот эта энергия. Создавая тот крепкий торс, который нужен для любой и Афродиты, и Афины, и Артемии. Артемии, конечно же. Хорошо. Не только. В жизни это все. Предлагаю сейчас лечь на пол. Вот, наверное, так, чтобы нас было видно. Светулечка вот сюда размещалась, а я вот сюда. Да. Мне хотелось в одну сторону головой, да? Ты хочешь? Я думаю, что мы так будем, у нас так будет легче. Хорошо. Ложимся. И здесь ладони вдоль торса. Одна рука наверх, и таз выталкиваем лобковым симптизом в потолок. Выглядит вот так. Зажимаем мышцы таза вода, колени вместе вдох. На выдох опускаем. Вдох и на выдох опускаем. Здесь у нас происходит прокачка ягодичных мышц. Позвоночный столб массаж идет от 6-7 шейных позвонков до крестцово-поддошного сочленения. Одна прямая линия. И здесь прокачивается прямая мышца пресса. Когда мы зажимаем мышцы таза вода, у нас в совокупе работают ягодичные мышцы, большая ягодичная, грушевидные мышцы, квадрицепс бедра, которые укрепляют поясницу. Вот такое движение. Вдох и на выдохе опускаем. Вдох и на выдохе опускаем. И здесь, если у Светы придет инсайт, да, кому-нибудь связка. У нас связка. Посмотрите, если вы пододвинете поближе пятки, то есть, да, поднимите таз, потянетесь к пяткам, то есть, старайтесь больше тянуться руками к пяткам и сводить лопатки. Тогда таз становится легким. Итак, внимание, у вас левая рука остается, вы касаетесь пятки, или это мысленно подразумевая каблу, а правую ногу поднимаем вверх. Красиво ставим точку. Теперь мы медленно и плавно опускаем таз, подкручивая позвонок за позвонком. Представляю, что у нас железненькая такая плита, да, а позвонки это наши маленькие магнитики. И красиво опускаем ногу, проглаживаем. Поднимаем таз, меняем руки, правой рукой держимся за правую пятку, левая нога идет вверх, нарисовали кружочек на потолке. И подкручивая таз, медленно, а теперь можно добавить проглаживание ноги, чулок. Раз, и опускаем. Давай еще раз повторим. Очень приятное упражнение, какой женский, какой сексуальный. И чулок, красиво, опускаем. И другая. Вверх. И вот так красиво можно оформить. Ой, сколько повторений ты рекомендуешь? Ой, помп. Вот, учитесь чувствовать. Сколько, да, сколько угодно. Сколько тела угодно. Ну, сколько тела угодно. Очень красиво, 10-20. А хронической энергии много не бывает. Согласна. Согласна. Без музыки пишут девочки лучше, иначе не слышно, что вы говорите. А для нас очень ценно та информационная часть, которую вы собой являетесь. Ну да, здорово. Ну вот видите, как здорово. Хорошо. А сейчас мы разберем апану, да, и вьяну. Да, ну яна, это вообще общая энергия, да. А паническая энергия, она очень важна. Расскажи про нее немножечко. Апана, это очищающая энергия. Самая такая. То есть, если вы обращаете внимание в жизни, да, то собаки делают практически асану, собака морды вверх, собака морды вниз, на протяжении дня несколько раз. Мы ее сейчас тоже сделаем. Это как раз и естественно, и мы выведем это все в красивую связку. Потому что там задействуются, кстати, все семь чакр. Конечно, конечно. И все отделы позвонков. Вот. Апаническая энергия, это очищающая энергия. Без нее мы бы были зашлакованными. И на эмоциональном плане, и в ментальном плане, и в физическом. Правильно, как ты сказала, что эта асана, она универсальная. То есть, вот, она очень хорошо прокачивает апаническую энергию. И если мы добавим там небольшой аспект дыхания, то есть там, да, она прокачивает матку еще. Вот, собака морды вниз, это асана. Что дает женственность. Да, 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 женственность, сексуальность, соответственно. Вот. И, соответственно, да, вот уже общая энергия, она тоже там прокачивается. Почему животные эти асаны так любят? Да, друзья, нам на самом деле для чего нужны животные? Для того, чтобы мы, наблюдая за ними, мало того, что испытывали позитивные эмоции, но в то же время учились у них вот этим вот... У них же движения естественные, грациозные. Вот, помнишь, мы говорили про это... Ко качествам. Да. Чтобы мы могли примерять уникальные качества. Грациозность. Это об этом. Вот, да. Родные, напишите, готовы ли вы к выполнению асаны собакой мордой вниз? Растелили ли вы йога-коврики? Оделили ли вы соответствующую спортивную одежду? Если да, то я готова привнести в вашу жизнь уникальную асану собакой мордой вниз, но в новом аспекте, свиньясой, ту, которую нам даст выдающийся архетип... Архетип? Богиня, да, но сегодня мы с тобой в архетипах. Артемида и Афина. Мы, причем, почему так одеты сегодня, цветовая гамма, она очень влияет. То есть, вот голубой цвет соответствует миру прави, боги. А еще творчество, выражение, выручное. Конечно, ну, конечно же, голубой. То есть, да, это все, что воздушное, легкое и так далее. То, что помогает нам сверху. То есть, то вот как раз по энергиям, если мы смотрим, это тоже и цветовая гамма. Красный – это мир яви, проявленный, яркий, красный. Жизненная сила, младшаяся. Вот, и Нафь – это мир низа, как раз апаническая энергия. Нафь, ты имеешь в виду черный цвет? Да, 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 черный цвет, да. Вообще черный цвет – это фатурянский. Ну, не только черный, конечно. Который дает дисциплину, выносливость, хорошая административность. Прокачивость, стабильность, да? Да, это именно… Потому что администрирование невозможно, когда у тебя не будет безопасности. То есть, стабильности не будет. Ну, что ж, любимая, сейчас мы будем прокачивать апану, да, апаническую энергетику. Апану, да, и, соответственно, всем этим еще запустим Ильяну. То есть, все общее запустим. Отлично. Запускаем. Вы готовы? Если да, ставьте плюсики. Поехали. Угу. Сейчас мы наведем камеру, так, чтобы было видно. Я выстраиваю положение треугольника. Светулья, как мне стать, чтобы тебе было тоже хорошо и видно? Вот такое положение. Да, сейчас мы… И движение, вот так мы делаем вдох, а на выдохе не касаясь коленей, а пускаем в пол. Вдох, и на выдохе делаем 10 раз. Вдох, выдох, колени не касаются пола. Зажимаем мышцы таза в одна. Выдох, 7. Продолжаем еще. 6. Чувствуем, как тянутся мышцы между лопатками, как укрепляется тазовое дно, как вытягивается поясница. Еще 5. Отлично. Прогреваем тело. Еще 3. Формируем нейронные связи. Еще 2. Хорошо, как следует прокачать свой божественный позвоночник. И последний раз 1. И что из этого? О, из этого мы делаем красивую связочку. Да, давай. Мы ставим подъем, да, и медленно подкручиваем таз, приподнимаемся. До конца можно колени не выпрямлять. Сгибаем локти, опускаем колени и уходим вперед. Можно также с опорой, если вам тяжело. Да. И внимание. Не упаковываем тяжелым. То есть возбуждение. И в противоположную сторону. 5. Вот. И еще 4. И еще 3. Прекрасно. Еще 2. Чувствуешь, как работают? Чувствуешь, как руки закачиваются. И не только руки. Талия наша тоже работает. Наши надпочечники. Да. А если мы еще добавим, посмотри. Подожди, а вот это красивое движение ты показала руками? А вот это движение? Да. Из него станцуй. Так вот, посмотри. Мы можем выйти. И можем выйти в собаку мордой вниз. Дальше опустить локти, колени, уйти, проглазить, пожалуйста. И мы еще можем добавить дыхание к Капалабхате. Выдох через рот или через язык и посокращать обнушение к Капалабхате. И посмотри, что мы можем добавить. Ощицы, сгибая ноги в колено, затем через носочек. Да. И хвостиком беляем. Ой, хвостиком беляем. И голеностоп вытянем, и хвостиком беляем, и позвоночник вытягиваем. Еще и дышим в Капалабхате. Поехали. Можно на каждый счет выталкивать воздух. Угу. Вот. Веселые хвосты. Да, Света. Тут такая многомерная прокачка тела идет. Угу. И в жар бросаем, да. Как раз у нас здесь идет вот именно прокачка и сброс апанической энергии, и подъем пуданической энергии. Да. И вытяжение голеностопа, и прокачка тазового дна, и массаж позвоночника. И еще. И энергетика. Освобождение чаши гнева. Потому что голова направлена вниз, а голова это у нас, как считается, чаша гнева, и соответственно вы здесь по полной программе прокачиваетесь. И наполняетесь энергиями. Еще и красиво, конечно. Любимая, как вам тело отзывается после данной практики, что оно вам вторит, какая обратная связь вашего тела. Расскажите, что вы чувствуете. Нам очень важно, потому что все эти комплексы для вас, и нам очень важно доходчиво вам ее объяснить, так, чтобы эти комплексы были полезны для использования повседневной. Присоедневной практики. Конечно. Особенно если кто впервые присоединился к нам. То есть мы никогда не ограничиваем свой эфир продвинутым, средним уровнем. Вы в любой момент можете к нам присоединиться. Да, в любом возрасте и в любой временной промежуток. Пожалуйста, если есть желание наполнить тело, если не хватает жизненной силы, если не хватает энергии, если сбой иммунной системы, что нужно телу? Движение. Главное, конструктивное, чувственное движение. И вот эти вот пять основных видов энергии, они всегда с вами, они никуда не деваются. Вам надо проявить, да? Да, по потенциалу, если хотите усилить свой, то, пожалуйста, вот вам самые доступные методы, и ничего для этого не нужно. Родные, вы знаете, я на самом деле всегда себя окружаю выдающимися педагогами, и самое для меня ценное, самое дорогое, что есть в моей жизни, это те знания, которые меня обладают, и те практики, которые они мне даруют. Я больше всего на свете люблю практики, и это мое основное питание. Я вот вижу, здесь пишут, трудно, неприятно. Милые, это прекрасно. То есть, когда вы, это тоже чувство, понимаете, то, что вы чувствуете неприятно, не все должно в нашей жизни быть, ну, приятно, особенно тогда, когда вы начинаете. Когда вы осваиваете что-то новое, то есть это здоровая защита вашего организма. Тест, то есть это здоровая психика, то, что вы чувствуете. Как говорил наш тренер, то есть, там, если вы проснулись утром, и у вас ничего не болит, значит, вы уже умерли. Так что, если вы чувствуете даже то, что неприятно, тело говорит вам, ура, меня услышали, услышали. Вот, поэтому приятно будет потом, когда вы включите это в свою повседневную практику и будете пробовать. Вот, любимый, а еще есть такой тест, мне его Света в свое время привнесла в жизнь. Она говорит, Кать, если твое тело прокаченное, то в нем должны вибрировать следующие виды энергии, которые отзываются на следующую аффирмацию. Верю, знаю, творю, люблю, могу, хочу, чувствую, действую. Вот мне бы хотелось немножечко на этих аффирмациях остановиться. Ну, посмотри, запуск вообще обычно триггер. Что такое триггер в жизни? Это то, что мы произносим вот отсюда, вибрация. Помнишь, перкуссия, пальмация, аускультация и вибрация, то есть, да, слово. То есть, слово – это как бы команда к действию. И вот, если мы смотрим по чакрам, то каждому действию, да, то есть, опять, чтобы получить… Да, действует определенная аффирмация. Чтобы получить результат, мы опять возвращаемся к чему? Мы должны действовать, а не просто там петь и танцевать, то есть там, да, действовать. То есть, выйти из определенной зоны комфорта, попробовать что-то и делать это. Да, и вот коронной чакре соответствует слово «верю». Почему обычно говорят «я верю», то есть там, да, или «я не верю», или в то, ну, можно, так сказать, дать обратную связь. «У меня не получается, мне больно», соответственно, значит, вы не верите в то, что вы сможете это сделать. Согласна. Но вы сможете это сделать, понимаете, пройдет какое-то время, и вы уже будете испытывать другие чувства. Надо верить в то, что вы справитесь. Согласна, согласна. А ты как, вот у тебя, как вот этот аспект проявляется «верю»? Ну, также это молитва, произнесение определенных звуков, то есть обращение. Ты знаешь, Света, я считаю, что все, что в нашей голове зародилось, оно не просто так. Это значит… «Поверь ваше, воздастся вам». Да, именно так. Вот это из этой серии, да? Да. И все, о чем я мечтала, я все реализовала. Потому что, если вам об этом мечтаете, это значит, кармически вам заложено судьбой это реализовать. И для того, чтобы быть на таком уровне прокаченности, я, конечно же, регулярно, каждый день, как отчинаш, 30% времени трачу на культ тела. Это правильное питание, это и режимность, это и различного рода ритуалы, и практики, и массажи. И не только это делает Катя, Катя еще что делает, важное, в том, что она делится, она делится этими практиками. Образовательная деятельность. Она верит, что если она смогла, то, и поделившись этими практиками… Конечно, и вы тоже будете верить, что эти практики работают. Конечно, любимый, да я уверена, что вы уже, попробовав некоторые виньясы, на себе прочувствовали, как тут можно усомниться. А вы верите в то, что телесные практики способствуют красивой осанке и сверхспособностям личности? Вы верите в это? Если да, то поставьте плюсики. Вторая чакра, да, это знаю, это у нас, естественно, информационная иная форма, ци для моего высшего Я, то есть, если в переводе взять информация, то есть, я вижу, я слышу, я осизаю, воняю, то есть, я чувствую, то есть, да, все, что связано вот с этой зоной. То есть, знаю, но если я не знаю, то что я? Я открываю глаза, я открываю уши, я слушаю, я читаю, то есть, я узнаю. Все правильно. Можно через тактильность это делать. Можно смотреть за связкой другого во время… И ты знаешь, что вот очень важно, друзья, на самом деле, этот вебинар… Они уже сейчас практикуют, они узнают. Уже включаются зеркальные нейроны, когда вы видите, как танцует хореограф, ваше тело автоматически подстраивается под вибрации, вы начинаете в том же ритме двигаться, да, очень быстро. На самом деле, наш курс – идеальная осанка, друзья мои, и рассчитан на то, чтобы сформировать в вас нейронные связи, которые отвечают за интересы. И чтобы вы узнали больше о себе, о своем теле. Более того, когда вы будете практиковать, у вас включатся вот эти зеркальные нейроны, зеркальные, которые отвечают за вот это естество, красоту, слаженность движения. То есть, вы создадите новый образ для себя, узнаете, как это сделать. Любимый, пока Светлана находится в вебинарной комнате, действует уникальная акция, которая заключается в ниже следующем. Это не что иное, как скидка. Более 50% получается. Изначально курс стоил 100 евро, а сейчас, пока это только в честь Света, прихода Светы в мой курс, курс будет стоить всего, друзья мои, 980 рублей. Вы представляете, это месяц практик, там более 20 занятий, где вы узнаете вообще все о своем теле, о своем позвоночнике, о своей грации, об изяществе. И только сегодня, вот такой праздничный, знаменательный день в честь присутствия Светы для вас фактически он в подарок. Всего 980 рублей. Поэтому спешите приобрести, а мы переходим к нашей следующей теоретической части. И немножко... Творю, люблю. Творю, люблю. Это вишутка. Вишутка и сердечный центр. Я почему сейчас это все объединю? Потому что мы приготовили сюрприз. Мы сейчас покажем, то есть, да, как можно через творю и люблю выразить это... Через танец, который сформирует нашу осанку, нашусь карту. Руки, руки, они же формируют нашу осанку, и не только. Это искусство самовыражения. Офигеленно. Да, покажем несколько пар. Для меня каждый раз, вы знаете, это, ну, некий вызов, импровизация, потому что я никогда не знаю, что даст Света. И представляете, как быстро включаются зеркальные нейроны, чтобы мне соответствовать ее грации. Творю и люблю. О, взаимодействие с руками. Помнишь наше движение? Перчатка. Оп. Проглаживаем нашу центральную линию осанки. А нахаду. И демонстрируем нашу божественную руку. Да. Снимаем перчатку. И раз, два, три. Да. А мы можем снять. Проглазить. И такой флажок. Очень интересная, мудра. Она прокачивает наш... Меридиан легкого. И не только. Большой палец относится к гипофизу. То есть передний меридиан по лицевой зоне соотносится с гипофизом, по задней стороне с шишковидной железой. И активируя большой палец, вы можете вот таким вот образом потренировать. Не так-то просто на самом деле. Ну, покажу еще в таком же. Да. Вот, похожий на флажок. Вот таким образом. Да. И нашу лопаду мудрую. То есть большой палец направлен вперед, мизинец направлен к центру. Посмотрите, какая кисть сразу красивая получается. Вот у тебя больше пространства в бок. Сделай, пожалуйста. И вот эта зона, она сразу простраивается. И посмотрите, как мы сразу выглядим. Вот, показывайте все-все-все пальцы. Большой палец вниз, мизинец к центру ладони, указательный вверх. Давай, попозируем с тобой. Вот, лопада мудра. Очень хорошо простраивает вот этот отдел, открывает, раскрывает ваши крылья, осанку. И здесь приходит нам аффирмация в то, что мы верим, в то, что мы хотим. Мы знаем того, что мы хотим. Да, и мы являемся творцами своей собственной жизни, реальности. Мы вас любим, что вы с нами. Любовь – это как раз руки, эмоции, анахата чакра. И немножко поговорим о мудре, который отвечает за могу. Это тоже пупочный центр. Могу – это тоже пупочный центр. Давай дадим позу лодки на вас, сыну. Я дам небольшую связочку с ногами. Могу – это значит действую, иду. Мы же на руках не можем идти, мы идем ногами. Конечно. Та чакра, которая отвечает за энергию «чувствую», это, конечно же, наше тазовое дно. И, соответственно, действую – это наши бедра. Соответственно, сейчас мы даем связку, где у нас участвуют живот, тазовое дно и ноги. Конечно. Давай с перчатками, а будем использовать вот такие? Да, давай попробуем. Да, перчатки тоже оформят наши руки, наша осанка. Кстати, для простроения, для того, чтобы ноги двигались легко и быстро, если у нас не будет отстроен центр, наша осанка, то это все сложится в такой мешочек. То есть одно за другим, поэтому это осанка. Нет, мы грациозные. А еще можно добавить силовую часть. Вы знаете, у меня есть вот такие уникальные чайные столики из гранита, которые, это мое собственное изобретение, для благовоний. Вот сюда вставляются благовонии. Также можно делать фейс-йогу на этом чайном столике. Но мы со Светой разработали специальные упражнения силовые, которые прокачивают позвоночный стол. Вы не представляете, насколько здесь сильно работает ваша осанка? Вы можете ее заменить бутылкой с водой. Одна, полтора литровая. Книгами, пожалуйста. Светочка, сядь так, чтобы тебя в камеру было видно. Видишь, у тебя не видно руки. Чуть-чуть пододвинься. К тебе ближе. А я не вмещаюсь. Вмещаемся. Ну, давай тогда делать на экран-то так, чтобы вмещалось. Давай. Ну, просто смысл упражнения, то есть, да, чтобы здесь, чтобы здесь, чтобы здесь, чтобы здесь, чтобы лопатка отводится. О, а я давайте большой амплитуду сделаю. Оп, и приводится. Вы не представляете, насколько сильно... Я люблю гантели, конечно, но... Это историки, то, что нужно. Это эстетика. А давай покажем поклон гейши с ними. Обязательно. Как раз для пупочного центра. Вообще все наклоны, все поклоны, они очень хорошо поговорят о чувствах и действиях. То есть, помнишь, когда хлеб да соль встречали-то? Да. А поклон гейши давай сделаем? Давайте сделаем поклон гейши. Оп, встанем. Да. Сейчас так нам поправят камеру, вставай ближе к стене, чтобы всем нашим подписчикам и участникам было видно. Мы выводим колено, а локтевые суставы в груз? Да. Вытягиваемся шеей наверх. Вытягиваемся. О, здесь такой вес прям хороший. Ты чувствуешь, как тягиваемся вот эту зону? Да, может, и между лопатками. Вот эта зона, она прям просто работает. Да, грудной отдел прокачивает. И идем. Да, идем? Да. Ах, вот так. Подсогнув коленные суставы поочередно. Я же тебя не вижу, мне зеркало просто закрыто. И теперь мы встречаем к стене. Ах, вот оно, Глеб, досой. Угу, грудь досой. Да, то же самое можно сделать с бутылкой. Да, я покажу боком, ты оставайся так же. Да. Вот, посмотрите, как прокачивается. Вот это сделаем. Вот это же самое. Да, мы можем сделать. Вытяжение еще таза в одно. Хорошо. А еще остаться в статическом режиме и подтягивать подворот. И то, что ты показывала, мы можем, посмотрите. Массаж статически, вытягивается мышца между воробными дугами, мышца гордится. Да. То есть мы можем сопротивление предоказывать. Ага. Вот, сопротивление. То есть локти тянем вверх, а лоб давит. Боже, какая нагрузка. Я уже на истощение. Я сама чувствую это. Причем это очень сильно. Ты почувствовала, насколько ты пошел вот в эту зону? Да, грудного отдела плечевого пояса. Да. А теперь сделаем какую-нибудь связочку? Для мазочку? Давай. Конечно. Посмотрите, как бы красиво ставим. Ага, это и есть поклон гейша. О, божественно. А теперь еще и сети можем сделать? Да. Угу. Нам сейчас поправят камеру, я думаю. А то нас плохо видно. Угу. То есть здесь самое главное будет выпукнуть грудной отдел наверх? Смотри, мы можем их ромочные мышцы с тобой. Сюда. Если мы пятку ставим чуть выше от пола, да, и такой массажный столик. Элемент? Да. И чужой. О, проглаживый. Лок. Хорошо. И тягиваем. Перекрестное. То, что скрутка у нас здесь получается, это тоже очень хорошо, конечно, влияет на мышцы тазово-дна, но не только. Оп. Касаемся. Другая нога? Ой, как здорово. Такая подача, да, на столике? Ммм. Вкусноту такую вот. И масло-масло. И прогладили. Оп. Щелочек. Угу. Скрутка. Света, как ты в таком изобилии, с такой легкостью придумываешь. Рисуем круги. Столько связок. Круги. А здесь у вас может, кстати, аромопалочка гореть. И вы так распространяете аромат. Тра-ля-у. Пам-пам. И в другую сторону. А вот. Осанка. Посмотрите. Если у вас вот эта зона будет не прокачана, посмотрите, как это все будет выглядеть. И смотри, мы можем это себе сделать. Вот обратите внимание вот на этот центр наш, да? И так же мы предлагаем, красиво встали. И уходим. То, что мы уже показывали в наш мозг. В наш мозг, да? Да, конечно. И получается, что у нас в Яна вся энергия. Угу. И опустились. Угу. Радима, спасибо. Поднимемся. Через рыву. С радостью. И так взяли маленький кусочек. Угу. Угу. Ну как и так. Света, с тобой можно импровизировать до бесконечности. Я уже поняла. Мы прокачали все виды энергии? Все виды энергии. Действовали. Действовали. А вы попробовали с нами? Сейчас мы узнаем, что пишут наши подписчики. Верю, вибрация, гармония, радость. Ой, девочки прописывают эти аффирмации для того, чтобы в них простроиться. Здорово. Милые. Я рада, что вы практикуете. И три вида взаимодействия с телом. Пальпация, перкуссия и слух. Вот я никогда не могла его произнести правильно. Перкуссия, аускультация. Да. Культ. Культура. Просто у нас, у йогов, очень много техник, связанных с тактильными касаниями. Например, для того, чтобы снивелировать напряжение в грудном отделе, мы делаем массажные движения. Я сейчас на тебе покажу. Сядь ко мне спиной. Угу. В профиль. Ой, мне, сегодня мне повезло. Да, любимый, если вы чувствуете напряжение в шейно-воротниковой зоне, я рекомендую вам делать практики прямо в паре со своим возлюбленным. Большие пальцы водрузили на триггерные точки, где соединяются длиннейшие мышцы головы с мышцами, поднимающие лопатку, и с дельтой плеча. Вы в курсе о том, что, дорогие мои, вот эта зона называется холкой. Это тоже зона, относящаяся к осанке. Холка – это самое легко возбудимое место. Обычно животные носят своих детенышей за холку. И вот когда массируете эту часть, и когда у вас сведены лопатки, когда у вас затянут корсет, у вас осанка отработанная, вы всегда пребываете в состоянии кайфа. Вот так, мои любимые. Поэтому для того, чтобы наполнить свое тело состоянием кайфа, водрузили большие пальцы на эти триггеры, и начинаем вращательными движениями, как будто бы интегрироваться туда, и наполнять любовью своего партнера. А я вам посчитаю сейчас все вместе. Десять, девять, восемь вращения. Семь, шесть, пять, четыре, три. За что Господь послал мне такую верить? Два. За то, что я так верила. Да, это как раз пальпация. Дальше, простукивание, перкуссия. Здесь я часто использую, у меня есть специальные эко-минералы, которыми я могу простучать. А я еще добавлю звук. Вы можете это назвать прогушивание, добавить прогушивание. Может посильнее. Да. То есть вы можете регулировать сами. Да. Можно сделать вот такой замок и замком простучать. Скажи мне, я тебе перебила, ты что-то хотела сказать? В курсе о том, что постанование приравнивается к произнесению мантры Ом. То есть оно повышает ментонит, вибрации тела. И повышает не только вибрации, вибрации измеряются в герцах. А ты знаешь, что... Аминокислоты выстраиваются по той же цепочке. Да ты что, да? Да. О, Боже. Но об этом вот как раз... Мы расскажем при индивидуальных сессиях. При индивидуальных сессиях очень много информации. Хорошо, тогда я жду от тебя звука. Аминокислоты. И можно в шейно-маргий algum интону тоже простучать. Просто кайф. Да? Вот так. И вот эти точки тоже здесь у нас находятся... Кстати, на грудной клетке, когда вы прокачиваете осанку, здесь у нас находится 10 точек молодости. Цона декольте. Это нужно в курс своих йога включить? Естественно, обязательно. Почему всегда делается массаж вот этой зоны? Здесь находятся 10-12 точек молодости основных. Потрясающе. То есть давайте помассируем, для того, чтобы у нас была красивая осанка, помассируем грудь. То, как предлагает цвет. Называется «Слой Кинг-Конг». Поехали. Потрясающе. Ну что ж, любимые, что же ждет вас в следующем слайде? Практику мы вам дали. Любимые, а в следующем слайде вас ждет уникальная скидка. Друзья мои, на самом деле это потрясающая новость о том, что курс, который стоил 100 евро, то есть 80 с лишним тысяч по сегодняшнему курсу, теперь стоит всего 980 рублей, только пока горит вот эта кнопка «Купить сейчас». В честь светиного присутствия на моем вебинаре. Вот, кстати, цвет кнопки «Купить» соответствует ее водолазке. Поэтому для того, чтобы соностроиться, да, с вибрациями и герцами своего гору-мастера, скорее жмите на кнопку «Купить сейчас». Могу и хочу. На самом деле это потрясающий подарок и для своих членов семьи, будь то дети, либо взрослое поколение, даже для супруга. Вы не подумайте, что там какие-то девчачьи комплексы. Нет. Половина специалистов, которые участвуют в этом комплексе, в этом курсе «Идеальная санка» – это выдающиеся, если по гендерному фактору делить, то это мужчины, это и Ради Кагиров, это мастер по цигун, и мастер по тайчи, и мастер по шахту. В нашей сформочной группе тоже есть мужчины, которые пробуют все вместе с нами. На себе обязательно. Поэтому, дорогие мужчины, если вы присутствуете в этой вебинарной комнате, для вас это практики подойдут не меньше, чем для женщин. Кстати, движение, тело движения, я считаю, хореографические для мужчин тоже важны. Владеть своим телом. Конечно, конечно. Да? Держать осанку. Один только соскорит, за чего стоит. Жестикуляция. Определенно. Мне кажется, актеры вообще сдают в обязательном порядке хореографию. Да, обязательно, обязательно. Умение преподнести себя. Девочки спрашивают, дорогие Света и Катя, я оплатила курс, запись будет этих практик, которые дает Света, или же нет? Родные, конечно, этот вебинар вам всем в подарок, только для тех, кто вот купил по акции, именно сейчас, нажав на кнопку «Купить сейчас». Всем вам этот вебинар в подарок со Светой и с ее уникальными практиками. Ну что ж, а мы идем дальше. Что же интересного ждет нас сегодняшний вечер? Как он откроется? Что-то у меня не получается. Вы знаете, у меня не листается, друзья. Помогите мне, пожалуйста. Видимо, закончился. А-а-а, мы уже все презентовали, потому что. Света, я, знаешь, хочу предложить напоследок, дать последнюю, такую завершающую практику, которая бы помогла нашим девочкам, используя ее, прокачивать свое тело и надевлять его вот этой стальной осанкой. Давай сделаем в перчатках какой-то, с музыкой, какой-то… То, что мы с тобой делали и вначале. Да, ты знаешь, да, из дерева, из дерева, да. Я сейчас выберу. И красиво уйдем. И красиво уйдем, давай. Ты уйдешь, а я останусь. Ну да. Да, у меня еще, еще в ответы на вопросы наших подписчиков. Ну я еще приду. Да? Хорошо. Одеваем перчатки. Девочки, вы на самом деле тоже одеваете перчатки для того, чтобы войти в определенное состояние измененного сознания, которое повышает герцы. А герцы, а герцы дают нам возможность быть сверхлюдьми. Лапки. Ну похоже на кошечек, правда? Света. И не только на кошечек, на богинь. Так, поправляйте камеру. Завораживаю пространство. Красивая музыка какая-то. Я хотела тебя красиво проводить. И делаю шаг. Перчатки. Завораживаю. Прикликаю. И поху. Несем коси в чашу. И рисуем. Делаю шаг. Да, 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 да. Ты все верно делаешь. Проявляйте, так сказать, творчество. Угу. Импровизируйте. Импровизируйте. Верхняя перчатка. Углой отдел. Нижняя перчатка. Сделаю губну. И шаг от бедра. Действуй. Там наши головы уже не видно, Святуля. Уходим. И когда еще у вас еще пиццу. Отдали. Собрали. Приняли. И погладили. Может быть, значит, останки, руки и ноги. Боже. Друзья мои, одно другое без другого не существует. На самом деле, когда начинаешь заниматься осознанно телесными практиками, когда начинаешь обращать внимание на позвоночный столб, совсем вообще меняется отношение к телу, меняется отношение к миру, к окружающему пространству, к людям. Ко всему. Да. Поэтому, друзья, начните с идеальной осанки. Ну что ж, а сейчас, с вашего позволения, я свою божественную гостью провожу и приглашу другого уникального человека, который, кстати, помог мне этот курс сделать онлайн. Цветуль, мы бы с тобой так и жили, не тужили, и все время бы наслаждались практиками с друг другом, если бы не Ксения, которая пришла в нашу жизнь и сказала, девочки, а давайте-ка я вас запишу онлайн. Запишу онлайн. Для меня это было вообще открытие. Я очень благодарна Катиной команде, с которой я познакомилась. Более того, друзья, теперь мы на регулярной основе выступаем в нашем клубе «Экологичное тело». Вступайте в членство, и тогда вы сможете наслаждаться светильными практиками безостановочно. Каждый день наслаждаться. У нас всегда что-то новое. Конечно. А наши профессионалы помогут нам это как бы транслировать. Конечно. Поэтому теперь у вас есть такая уникальная возможность, и про нее подробно вам расскажет Ксения. Ну что ж, тогда прошу любить и жаловать нового мастера, благодаря которому вы имеете возможность видеть курсы «Идеальная осанка» у себя на всех девайсах 24 часа в сутки, дорогая Ксения. Немножечко расскажем об этом курсе, как он устроен. С удовольствием. Займу немного вашего времени буквально. Здравствуйте еще раз. Итак, как же выглядит эта наша потрясающая программа, о которой вам уже так много сегодня рассказывали наши замечательные мастера. Итак, что же все-таки такое? Это на самом деле три недели ежедневной практики. Из чего состоит каждый день? Каждый день состоит из трех занятий. Первое занятие – это утренняя практика, на которой вам Екатерина дает свои базовые уроки, которые являются очень простыми. Это вводные данные буквально. Все уроки у вас длятся буквально по пять минут, но можно... Продолжение следует...